Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. В Санаре прошла патриотическая акция, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжестве приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. В России изменился порядок согласования архитектурного облика зданий. Градостроители и общественники Самары обсудили проект внесения соответствующих изменений в правила землепользования застройки. Заработал заплатив с 1 января в России началась декларационная кампания, в ходе которой необходимо отчитаться о полученных доходах за предыдущий год. Задолжали собственным детям. Судебные приставы Самарской области сегодня утром навестили неплательщиков алиментов. Более 200 лыжников приняли участие в ночной гонке. В Самаре прошел лыжный фестиваль «Соколье горы». В память о сильнейшей воле к победе и неизгибаемом мужестве людей в Самарском окружном доме офицеров прошла патриотическая акция, посвященная 80-летию со дня полного прорыва блокады Ленинграда. На торжестве присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, жители блокадного города, участники СВО и члены ветеранских организаций. Подробнее в нашем сюжете. Легендарный седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шестаковича открывается патриотическая акция, посвященная 80-летию со дня полного освобождения северной столицы от фашистской блокады. Произведение, законченное мэтром в Куйбышеве, символизирует несломленный дух жителей блокадного города. Среди них была и Людмила Кулагина. Сегодня за вклад в развитие ветеранского движения она получает почетный знак из рук губернатора. Женщина рассказывает, что была совсем маленькой и помнит о тех временах очень мало. И долго не обсуждала с родителями то тяжелое время. Но сейчас уверена, забывать об этом нельзя. Я ничего не помню. Я была маленькой, а родители ничего не рассказывали. В то время, когда мы жили в Ленинграде, этот вопрос никогда не обсуждался. Только когда я приехала со взрослым сыном, поехали по дороге жизни, вот тогда папа немножко, чуть-чуть рассказал. Награждали на сцене и тех, кто сегодня защищает родину, выполняя задачи специальной военной операции. Бойцы, которые отдают все свои силы, чтобы таких тяжелых дней больше не было в истории страны, получили медали Министерства обороны и Самарской области. Они прошли очень тернистый, тяжелый путь. И сегодняшняя дата говорит нам о многом, заставляет нас еще раз вспомнить и не забывать те моменты, которые прожили наши родные, близкие, знакомые. Награды вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил всех с этим знаменательным Днем воинской славы России. Напомнил о подвиге ленинградцев. Город в тяжелейших условиях находился 872 дня, но не сдавался. Жители продолжали работать и производить около 150 единиц военной продукции. В эти дни по всему региону проходят классные часы в школах, областные общественные акции и возложение цветов. Всего в Самарской области проживает 145 человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. Я уверен, что мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы никогда этот подвиг, эта славная и трагическая история не была забыта. Я хочу и желаю крепкого здоровья нашим ветеранам, носителям этих знаний, этих переживаний, живой истории нашей страны. Но уверен, что каждый из нас сделает все, чтобы передать эти знания, эту священную память и новым и новым поколениям россиян. Завершилась патриотическая акция торжественным концертом. Со сцены для гостей, среди которых были военнослужащие и их семьи, участники ветеранских организаций, волонтерских движений, а также школьники прозвучали военные песни разных лет. В Самаре состоялось общественное обсуждение проекта внесения в правила землепользования и застройки изменений, которые связаны с введением процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Все подробности в нашем сюжете. В России изменился порядок согласования архитектурного облика зданий. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в прошлом году. Однако согласовывать архитектурно-градостроительный облик муниципалитеты могут только после внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки. Проект изменений прошел общественное обсуждение. Участие в слушаниях приняли представители департамента градостроительства, городской думы, общественные палаты Самары и Союза архитекторов. На территории города будет введен порядок, который предполагает обязательное согласование внешнего архитектурного облика любого вновь возводимого здания, для того, чтобы наш город был краще и приятнее для глаза. На сегодняшний момент мы проходим как бы первую часть процедуры введения в жизнь от согласования архитектурно-градостроительного облика. Почему? Потому что постановление правительства гласит, что для того, чтобы вводить эту процедуру, эта процедура должна быть отражена или закреплена в действующей редакции правил землепользования и застройки. Постановление правительства определяет, что в градостроительном регламенте, кроме предусмотренных градостроительным кодексом требований к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, могут быть установлены также требования к цветовым решениям, к отделочным и строительным материалам, к размещению оборудования на фасадах и кровлях, к подсветке фасадов. Это будет касаться новых объектов, либо тех, которые реконструируются. То есть застройщики теперь обязаны согласовывать облик зданий с администрацией. Для этого необходимо будет подавать заявление в уполномоченный орган местного самоуправления с приложением проектной документации объекта. А это постановление правительства дает право каждому городу определять, проводить свою работу по соблюдению облика градостроительного всех зданий, сооружений, благоустройства, озеленений и так далее. То есть среду, чтобы мог город контролировать, и у него были права для этих мероприятий. В постановлении также указан перечень объектов, в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного кодекса не потребуется. Прежде всего, это объекты, при использовании которых приоритет отдается обеспечению безопасности и бесперебойности их функционирования, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В Самаре заключили муниципальные контракты на ремонт объектов в рамках реализации дорожного нацпроекта в 2024 году. Заказчиком производства работ выступил Департамент городского хозяйства и экологии администрации города. Какие работы запланированы, расскажем в сюжете. В Самаре активизирована подготовка к новому дорожно-строительному сезону. Наибольший объем работ запланирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В конце прошлого года были объявлены конкурсные процедуры. Они проходили в форме электронных торгов. На текущей неделе с победителями были заключены муниципальные контракты. Определились две подрядные организации. По количеству это 21 участок, общая протяженностью 26 километров. Надеемся, что за зимний период подрядчики сейчас подготовят всю необходимую технику, закупят все необходимые материалы инертные для ремонта автомобильных дорог, подготовят свои асфальт-бетонные заводы. И при наступлении положительных температур и при исходе снежного покроя приступят к ремонту наших улиц. Перечень участков, которые приведут в порядок, уже сформирован. Жители города отмечают, работа в прошлом году велась масштабно. Результаты заметны. Да, очень много дорог было отремонтировано, очень много планов вообще. По всей Самаре какие дороги нужно отреставрировать, отремонтировать, проложать новые. Дороги, которые ремонтируют, очень много на проспекте Ленина, да и просто по всему городу. В целом я доволен участком дорог, ходить удобно. Тут еще, если касается зимы, там еще от погодных условий, все равно с собой зависит. Поездки в другие регионы, в частности, тоже показывают, что у нас не самая плачевная ситуация далеко. И здесь я могу оценить положительное. Специалисты учитывают не только обращение граждан, но и предписание надзорных органов, ГИБДД и прокуратуры. Также во взаимодействии с жителями и представителями общественных организаций проводится мониторинг состояния объектов, автодорожного покрытия и других элементов улично-дорожной сети. Учитывают и трафик на дорогах, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта. По БКД будем ремонтировать замену верхнего слоя. И на трех улицах будет у нас корпусный ремонт. Это замена бортового камня, с ремонтом газонов, ремонт тротуаров. Это улица Чернореченская, улица Куйбышева и улица Елизарова. При выборе дорог для ремонта оценивается их инфраструктурная составляющая. Так, на Чернореченской комплексные работы приурочены к масштабному благоустройству. Здесь в рамках нацпроекта «Культура» планируется открытие здания бывшего кинотеатра «Россия», в котором после реконструкции разместится муниципальный самарский молодежный драматический театр «Мастерская». А по другому нацпроекту «Жилье и городская среда» будут преображать находящиеся рядом с реконструируемым зданием «Бульвар». Поэтому важно, чтобы дороги, тротуары и другие элементы благоустройства улично-дорожной сети соответствовали. Также на Чернореченской дополнительно модернизируют систему освещения. Воздушные линии заведут под землю, тем самым обеспечат надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия и улучшат эстетическое восприятие городской среды. Перечень объектов для обновления неоднократно обсуждался, направлялся ресурсоснабжающим организациям. До устройства нового покрытия на объектах улично-дорожной сети при необходимости приведут в порядок и трубы. Такой подход позволяет в дальнейшем минимизировать вероятность возникновения утечек и вскрытие дорожного полотна на уже отремонтированных территориях. Весной подрядчики направят своих специалистов для осмотра объектов ремонта. Совместно с профильным департаментом будет проведена диагностика для конкретизации дефектов на участках улично-дорожной сети. Позже станут понятны нюансы работ, например, на каких локациях требуется усилить основание дороги, а где нужно будет уложить выравнивающий слой. Все процессы, связанные с ремонтными работами, возьмут на круглосуточный контроль, как это было и в прошлые годы. Следить за обновлением дорог местного значения будут не только специалисты, но и общественники. Без этого не обходится ни одна дорожно-ремонтная компания в Самаре. Предложения горожан будут учитываться, обсуждаться и реализовываться по мере технических возможностей. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через банки и МФО. Сделать это можно будет не только на портале госуслуги и в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию законопроекта ко второму чтению предполагающего поправки в законы о потребительском кредите и о кредитных историях. Основная цель поправок – защита от мошенников, похищающих данные клиента или вводящих его в заблуждение с помощью методов социальной инженерии. Самозапрет будут проверять не только по паспортным данным клиента, но и по дополнительному параметру. Изначально предполагалось, что это будет СНИЛС, но в новой версии вместо него упоминается ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Задолжали своим детям. В Самаре прошел рейд по неплательщикам алиментов. Судебные приставы разъяснили, что грозит за неуплату. В рейд отправилась и наша съемочная группа. В этом доме проживает Константин Студилко. С женой в разводе задолжал своим детям 200 тысяч рублей. Прописанная в Тольятти, у супруги, у бывших. Живу здесь. Когда бумажка пришла об рейдинге, она мне даже ничего не сказала. Я всегда виделся с детьми, с ней всегда виделся. Она мне ничего не говорила. А потом я узнал, что большая задолженность по рейдинге. Я сразу с тобой плачусь. Дети мои. Я от детей не отказываюсь. Житель Самары Виталий Михеев тоже не платил алименты и накопил задолженность в 180 тысяч рублей. Потому что не работал. 180 тысяч. Не такая уж и большая. Обычно алименты составляют 25% от зарплаты на одного ребенка и 30% на двух детей. Но судья может назначить фиксированную сумму выплат. Так происходит, если заработная плата отца нестабильна или он является индивидуальным предпринимателем. Как Алексей. Сумма его долга составляет 27 тысяч рублей. Говорит, январь выдался тяжелым и розничная торговля напитками не принесла большого дохода. Бывшая жена подала на Алексея в суд. Я не уклонист от алиментов. Всегда плачу. До этого, пока мне не поступило требование, ребенок проживал у меня полтора месяца. И периодически она мне приезжает. Так что я постоянно с ней и исполняю свои родительские обязанности. Просто моя супруга там захотела. Думала, что я типа уклоняюсь от алиментов. Ну, поступил пересчет и оказалось, что я наоборот переплатил. Соответственно, новое судебное постановление, что мне платить по алиментам. Если отец задолжал своему ребенку, судебные приставы выписывают постановление о запрете выезда за границу. Еще одна эффективная мера – запрет на управление автомобилем. Если должник у нас работает, то необходимо сразу же направить постановление. И в течение месяца уже происходит перечисление денежных средств работ. А так, если должники у нас не работают, то им необходимо, можно скорее трудоустроиться. Потому что исполнение документа судебного решения, то оно немедленного исполнения. То есть у них даже двух месяцев особо и нет. Должникам я бы предложила просматривать на сайте ФССР, имеются ли у них долги. И обращаться к судебному приставу исполнителю по адресу, где находится их пристав. Объезды неплательщиков алиментов проходят еженедельно и приносят свои результаты. В 2023 году после визитов судебных приставов должники Самарской области выплатили больше миллиарда рублей своим детям. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Заработал заплати. С 1 января в России началась декларационная кампания, в ходе которой необходимо отчитаться о полученных доходах за предыдущий год. В 2024 это необходимо сделать до 2 мая. Эксперты напомнили, кто и когда должен подать сведения о доходах в налоговую службу. Детали у Елены Чернявской. В период декларационной кампании физические лица, которые получили доход от продажи жилья, земли, транспорта, выиграли в лотерею или сдавали имущество за деньги, должны предоставить декларации по форме 3НДФЛ. После их проверки будет начислен налог, его необходимо оплатить до 15 июля. Также до 2 мая раскрыть доходы должны индивидуальные предприниматели, которые отчитываются по общему режиму налогообложения, нотариусы и адвокаты, которые открыли частные кабинеты. Физическим лицам в начале года до апреля месяца налоговые органы будут направлять уведомления, напоминания о необходимости представить декларацию при продаже имущества. Представить декларацию по форме 3НДФЛ можно с использованием личного кабинета физического лица. Это очень удобно, так как все данные уже предзаполнены. Остается ответить на несколько вопросов, проверить получившуюся декларацию, подписать ее и отправить в налоговую инспекцию. Отчитаться о продаже имущества нужно лишь в том случае, если собственник владел им меньше 5 лет. Но здесь есть исключения. Например, если проданная квартира является единственным жильем собственника, то минимальный срок владения – 3 года. По истечении этого срока отчитываться в налоговую продажу такой квартиры, а значит и платить налог не нужно. Андрей Корольков сегодня посетил налоговую инспекцию. В прошлом году мужчина продал квартиру. Прошла сделка по продаже имущества. Пришел узнать, какие документы необходимо представить и какими способами вообще можно подать декларацию налоговую. Меня здесь подключили к личному кабинету. Помогли оформить все, направить декларацию. Скажу, очень удобно и быстро. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени. Крайний срок подачи декларации – 2 мая 2024 года. Елена Чернявская, Григорий Пришаков. События. На один день почувствовали себя сотрудниками полиции. Самарские студенты побывали в гостях у сотрудников патрульно-постовой службы. Подробности в нашем сюжете. На один день почувствовать себя сотрудниками полиции – такая возможность выпала самарским студентам. Их пригласили в гости сотрудники патрульно-постовой службы. Признаются, хотели вдохновить молодежь прийти к ним работать. Для нас данная акция, которую мы сейчас проводим с учениками колледжа, очень важна. Так как рано или поздно все-таки нам, как мне командиру полка, так и действующим сотрудникам, рано или поздно придется уходить на заслуженный отдых, на пенсию. Поэтому нас должны заменить молодые, амбициозные, молодые люди, у которых, как говорится, есть желание служить. Сотрудники ППС рассказали студентам про оснащение полка полиции, показали автомобили, а также оснащение в классе службы, снаряжение, в котором заступают на охрану общественного порядка. Ребята увидели, как проводятся ежедневные инструктажи перед выходом на службу. У Натальи Вениченко все родные работают в полиции. Девушка уже приняла решение пойти по их стопам. Очень интересно изучать многие направления в юриспруденции, то есть специальную технику, всякие права граждан и не только. Также нас обучают огнестрельной подготовке, что в дальнейшем нам дает большое преимущество на работе. Полицейские рассказали студентам о критериях, по которым принимают на работу в полицию. Они должны быть гражданами Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, иметь диплом о среднем образовании, а парней пройти службу в армии. При желании работать в полиции и соблюдении всех этих условий, их могут направить для прохождения стажировки и обучения в Центр повышения квалификации в Нижний Новгород. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Фестиваль памяти сразу двух прославленных музыкантов прошел в Самаре. Он был посвящен советскому дирижеру, руководителю академического ансамбля песней и пляски имени Александрова и 140-летию со дня рождения военного дирижера и композитора Василия Агапкина, автора военного марша «Прощание славянки». Подробности в нашем материале. Печка движется и не движется. Он был автор многих произведений для духового оркестра, организатором международных военно-музыкальных фестивалей. Объехал со своим коллективом всю Европу и большую часть Азии. Советский и российский дирижер, композитор, художественный руководитель академического ансамбля песней и пляски имени Александрова Валерий Халилов погиб в 2016 году вместе с коллективом, когда ансамбль летел выступать в Сирию. Он мне очень понравился. Человек спокойный, уравновешенный, с внимательным взглядом. Он слушает, он умеет слушать. И это чувствуется в том, как он служил как военный, он работал как дирижер, все ощущается. Вы даже не представляете, какие планы я выстраивал. Я ему говорю, Валерий Михайлович, нам так нужна ваша поддержка. Даже просто его звонок, что я или я могу сослаться на его авторитет, мне помогало морально. Это был человек очень высокий профессионал, человек, который много добился и который мог научить, который мог передать именно нам, курсантам, и человек очень высокой марки. Третий международный музыкальный фестиваль также приурочили и к 140-летнему юбилею советского композитора и дирижера Василия Агапкина. Он прославился как автор музыки легендарного марша «Прощание славянки». Дирижировал военным оркестром во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Участвовал в параде Победы в 45-м году. Фестиваль проходит раз в два года. В нем принимают участие свыше 80 духовых и симфонических оркестров со всей страны. Виктория Шары, Игорь Казановский, События. Более 180 лыжников встретились на базе «Чайка» в поселке Управленческий, чтобы принять участие в ночной гонке фестиваля «Соколье горы». Среди них не только жители разных городов и сел России, но и участники из Казахстана. Спортсмены состязались на обновленной лыжной трассе региона. Эмоции увидела наша съемочная группа. В Самаре стартовал юбилейный 10-й лыжный фестиваль «Соколье горы». В ночной гонке приняли участие 181 спортсмен на дистанциях 2,5-6,12 километров. Фестиваль продолжает традиции куйбышевских лыжных марафонских гонок, которые проходили на набережной. Сейчас это один из крупнейших лыжных марафонов страны. Марафон развивается, и мы рады представить его в этом году на обновленной лыжной базе «Чаек», где введена в действие лыжероллерная освещенная трасса. Поэтому все участники просто в восторге. Впечатления отличные, эмоции, конечно. Каждый год сейчас практически уже участвую. Очень понравилась. Станция короткая, все видно, освещаемая трасса отличная. В «Соколье горах» участвую уже далеко не первый год, даже уже не знаю сколько. Наверное, это третья, наверное, ночная гонка, в которой участвую. Мне нравится, я бегу с удовольствием. Спасибо «Сокольям горам», что они у нас есть. Победитель забега на 6 километров – 15-летний лыжник Марк. Ему удалось с большим опережением оторваться от соперников. На лыжах парень занимается 4 года. Признается, первые два дались непросто. Только на третий год тренировок появился прогресс. Юноша стал занимать вторые и первые места на соревнованиях. Вот и сегодня пришел к финишу первым. Готовься долго, все лето, весь начало сезона. Ну, это, конечно, не такие важные старты. Еще важные старты все впереди. И там несколько лет вперед тоже будут очень важные старты. Но эта победа тоже важна. Соревнования «Соколье горы» также пройдут в выходные. Спортсмены будут бороться за победу на дистанциях в 10, 30 и 50 километров. Их марафонцы пробегут в свободном и классическом стиле. В общей сложности за три дня фестиваля в нем примут участие около 900 спортсменов не только из 120 городов и сел России, но и из Казахстана. Виктория Шарая, Максим Беспалов, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Городской департамент транспорта в телеграм-канале делится фотографией новеньких газелей и сообщает, что их приобрел перевозчик, компания «Самара Автогаз». Эти микроавтобусы, как замена пазом, на маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Напомним, накануне стало известно, что перевозчик приобрел 30 новых автобусов. Пока в город прибыли 26 из них, сейчас транспорт ставит на учет. Также идет подбор водителей. В ближайшее время машины должны выйти на линию. В Кировском районе прошла акция «Блокадная свеча», которая приурочена ко дню полного снятия блокады Ленинграда. В библиотеке номер 23 «Почтить память о героях и их подвигах» собрались студенты, школьники, ветераны. Они зажгли памятные свечи и возложили цветы. Школьники прочитали стихи, их написали сами жители, когда защищали город. Вспоминая сегодня подвиг жителей и защитников города, мы вспоминаем символ блокадного Ленинграда – небольшой кусочек хлеба – 125 грамм. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый трудный период блокады. Несмотря на все трудности и испытания, жители выстояли и спасли город от захватчиков. Администрация Оксибирского района информирует, что 10 февраля в Самарской области пройдет Лыжняя Россия. 42-я по счету открытая всероссийская массовая гонка. Старт будет дан на базе спортивной школы «Чайка» в Волжском районе Самарской области. В программе массовый старт на 2 километра, старт для участников от 10 лет на 5 километров и гонка на 10 километров для участников от 18 лет и старше. В этом году впервые реализован электронный сервис по записи участников Лыжней России через портал Госуслуг. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok